Жители Громобоя бьют тревогу. Единственный зеленый уголок на этом оживленном участке Шереметьевского проспекта власти сочли годным под застройку. Уже несколько лет активисты ведут бумажную войну с администрацией. Пытаются перевести земли в статус рекреационных. После общественных слушаний каждый день ждут, что сюда с пилами придут застройщики. Как фашисты подрывают наше здоровье. Мы три года боремся и они работают только на то, кто заработает на этой территории миллионы и увезут эти миллионы за границу. Мы не хотим этого. Мы требуем, чтобы эта зона осталась для зеленых насаждений. На время застройки здесь воцарится хаос, уверены жители. А после дворы заставят машины и все утонут в выхлопных газах. Шереметьевскому проспекту хватит магазинов и торговых центров. Большинство из них, по мнению жителей, уродуют архитектурный облик областного центра. Активисты с улицы Громобоя видят на этом месте сквер с памятником. Памятник Победы. А почему бы и нет? Действительно у нас нет в городе памятника Победы. Можно. А так мы только хотим, чтобы здесь была зеленая зона. Мы ходим, вот видите, тут натыканы цветочки, посажены. Вот эти все деревья мы сажали своими руками. Члены общественной палаты первыми отреагировали на призыв жителей о помощи. Была создана специальная рабочая группа. Игорь Чебыкин и Елена Лапшина уверены, если на сторону недовольных застройкой жителей встанут они, некоторые зеленые зоны удастся перевести в статус скверов и аллей. На данный момент пока это слухи, хотя в генеральном плане это считается зона застройки. Но тем не менее, сейчас нам удалось отстоять то, что застраивать пока эти территории не надо. И надеемся в дальнейшем на разумные решения нашей администрации и все-таки сохраним эти зоны как скверы и парки. Более тысячи подписей собрали жители Меланжевого. Их сквер после обсуждения генерального плана города официально признали зоной коммерческой активности. Ходят слухи, здесь вырубят деревья и построят продуктовый магазин. Очень много раздраженных жителей, недовольных жителей, точечной застройкой, сокращением зеленых зон, вырубкой деревьев. Безусловно, нам жить в этом городе и кому как не нам заботиться о том, чтобы он все-таки был зеленым. Ухаживать за своим сквером жители Меланжевого готовы. Ежемесячно проводят субботники, красят лавочки и убирают мусор. А весной планируют высадить 70 деревьев в честь Великой Победы. Если представители администрации не прислушаются к просьбам сделать зеленую зону официально рекреационной, уверены жители, то для властей нажива важнее памяти.